Мы все в детстве делали из акаций, из стручков акации, такие свистульки и свистели в них. Пу-пу! Вначале сотворил Бог небо и землю. Что такое музыка? Вид искусства. Искусство – это то, что доставляет человеку радость, блаженство, то, что делает человека лучше. Композитор пишет для Бога, для всех существующих в мире людей и для себя. Физиологический рост музыки как организма закончился, но духовный-то рост музыки продолжается. Пускай страдальческую грудь волнуют страсти огневые, душа готова, как Мария, к ногам Христа навек прильнуть. Нравятся интересные и познавательные ролики? Тогда подписывайтесь на Лекторий Достоевский. Только самое важное и увлекательное. Приятного просмотра! Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Иван Глебович Соколов. Тема моей лекции – возникновение музыки. Почему я говорю об этом? Ведь я композитор, пианист, но уже с 2005 года я веду курс лекций по теории музыкального содержания в консерватории, а с 2019 года мои лекции можно послушать в интернете. И самая первая лекция, она как раз вот об этом. Как возникло это чудо, которое называется у нас в мире, на нашей планете – музыка. Это чудо. И она была всегда. Она была у народов всех конфессий, всех религий. Она существует всегда и во всех странах, и во всех народах, и во все времена. И никто не может точно и определенно, однозначно сказать, что это такое. Что такое музыка. Если мы залезем в интернет, мы найдем вид искусства. Искусство – это то, что доставляет человеку радость, блаженство, то, что делает человека лучше. Это вид искусства из каких-то комбинаций звуков. А звук – это сотрясение воздуха. Это молекулы воздуха сотрясаются и производят вот эти вот акустические явления, которые воспринимаются нашим ухом, органом слуха. И как из таких вот вещей, мы все знаем, что вокруг нас все звучит. Но это не музыка, это какие-то шумы. Как эти шумы можно организовать так, чтобы они сделали человека лучше? И как человеку, когда человеку пришла в голову идея этим заняться? Вот этот нестройный хор этих звуков – гром, шум ветра, шелест тростника, звуки, которые были в самом начале, когда еще не было ни машин, ни заводов, ни самолетов. Как человек почувствовал, что это можно сделать искусством? Ну, мы знаем наскальные росписи. Это самое древнее, наверное, из того, что есть в изобразительном искусстве. Мы понимаем, что музыка тогда еще не могла быть записанной, так как вот мы сейчас видим наскальные росписи. В данном случае живопись имеет преимущество. И очень много разных теорий, как музыка возникла. И все они имеют основание, обоснование. Например, некоторые считают, что когда охотники возбуждали себя, чтобы, так сказать, быть более смелыми при охоте на диких зверей, на хищных зверей, они танцевали. И когда они танцевали, им нужно было сопровождение каких-то ударных инструментов. Но это и другие подобные теории исходят из того, что вначале был звук, вначале была материя. А я, поскольку я являюсь музыкантом классическим, профессиональным, я учился в музыкальной школе, училище, консерватории. И мы все время и проходили, и сейчас я преподаю в Московской консерватории, мы проходим музыку Баха, Бетховена, Чайковского, Рахманинова, Шопена, Шуберта. Все они являются потомками великого Баха. Все они, почти все, жили в Европе, некоторые в Америке. И все они, так или иначе, связаны с христианской традицией. С традицией, которая пошла от Иисуса Христа, от христианства, от григорианского песнопения, папа Григорий, католический, великий, святой. И затем, когда раздерение церквей было на католическую и православную в 1054 году, собственно, в это время и возникла композиция, не музыка, а композиция. И это все привело нас к Баху и к всем известным этим фамилиям композиторов, вокруг которых моя жизнь вращается и жизнь всех музыкантов. Традиционных, профессиональных, академических, классических музыкантов. Я очерчиваю границы того, о чем я буду говорить в ближайшие полчаса. Но это часть музыки. Я не беру фольклор, я не беру народный, фольклор – это и есть народная музыка. Я не беру рок, поп, какие-то вещи, которые относятся к тому, что мы называем сейчас легкой музыкой, хотя это разделение возникло не так уж давно. Я беру именно музыку, которая изначально вышла из церкви. Я уже упомянул папу, римского папу Григория и, значит, все, что после него было. И вот эта линия, как возникла эта музыка? Опять же, много теорий. Эта музыка возникла по Библии. Мы открываем Великую книгу, книг, Библию на первой странице. Книга Бытия. Первая глава, первый стих. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Сначала небо, то есть то, что невидимое. Небо – это не то, что мы думаем. Вот небо с облаками, которые плывут, там, солнышко, птички. Нет, небо и землю, скорее всего, опять же, толкований бездна. Но это видимое и невидимое. Это нематериальное и материальное. И вот сначала небо, то есть ангелы, то есть чувства, то есть электромагнитные волны – это же абсолютно естественная, видимая и существующая материальная вещь, которую мы не видим. Не всю материю мы можем увидеть. И вот невидимая материя и видимая материя – небо и землю. И вот очень важно, что в Библии на первом месте упоминается именно небо. Потому что это говорит нам о том, что музыка вначале была в голове у человека. Это невероятно важно. Друзья, хотим напомнить вам о приложении «Лекторий Достоевский». Все наши лекции, курсы и подкасты в вашем смартфоне абсолютно бесплатно. В приложении можно смотреть и слушать видео в фоновом режиме и даже без интернета. Скачивайте приложение по ссылке в описании и открывайте для себя новое вместе с «Лекторием Достоевский». Прежде чем придумать идею барабана, прежде чем сообразить, что если мы дунем в свирель, если мы обрежем тростник, если мы сделаем в нем дырочки, мы все в детстве делали из акаций, из стручков акаций такие свистульки и свистели в них. И мы уподоблялись в детстве вот этим первым людям, которые вдруг обнаруживали, что это есть. А зачем? А потому что у них уже в голове что-то звучало. И они хотели посмотреть, как невидимое, то есть слышимое в их голове, будет делаться видимым. Они брали тростник, делали дырочки, и о чудо! То, что было у них где-то нематериально в душе, вдруг материализовалось. Понимаете? Оно переходило в совершенно другое измерение. И человек ощущал себя живущим в двух мирах. О, вещая душа моя! О, сердце полное тревоги! О, как ты бьешься на пороге, как бы двойного бытия! Так ты жилица двух миров. Твой сон болезненный и страстный, Твой день пророческий и неясный, Как откровения духов. Пускай страдальческую грудь волнуют страсти огневые, Душа готова, как Мария, К ногам Христа навек прильнуть. Эти гениальные стихи написал Тютчев, именно великий русский романтик. И здесь говорится о Марфе и Марии, о двух женщинах, одна из которых готовила обед, а вторая сидела у ног Христа и слушала Его слова. И вот эти женщины в Евангелии как раз и означают видимое и невидимое. Марфа, она заботилась о видимом, она готовила людям покушать, а Мария невидимая воспринимала. Они обе святые, оба мира важны. Но Христос сказал на слова Марфы, «Пусть она поможет мне готовить обед». Вот она сидит у моих ног и делает то, что надо. Он не осудил Марфу. И вот то же самое в самом начале. Конечно, мы не можем сказать, что музыка возникла в таком-то году, в таком-то тысячелетии до нашей эры, и первым музыкантом был вот тот-то и тот-то. Это, конечно, вы все понимаете, что никто не хочет этого знать. Хотя, конечно, все дети спрашивают, «Мама, откуда взялся мир?» «Мама, а вот детка, мир создал Господь Бог». «А кто создал Господа Бога?» Понимаете, деточка, не спрашивай, чего не надо. Понимаете, вот еще откуда взялось небо, почему небо синее, почему листья зеленые, еще можно ответить. А вот где-то ребенок понимает, что ни на какие есть вопросы, на которые ответа просто нет. Вот еще стихотворение Аполлона Николаевича Майкова. Из бездны вечности, из глубины творенья, на жгучие твои запросы и сомнения ты, смертный, требуешь ответа в тот же миг. И плачешь, и клянешь ты небо в озлобленье, что не ответствует на твой душевный крик. А небо на тебя с улыбкой взирает, как на капризного ребенка мать, с улыбкой, потому что все, все тайны знает. И знает, что тебе еще их рано знать. Вот это небо, это Бог. Оно говорит, не спрашивайте. Как фамилия человека, который придумал музыку. Вот. Как фамилия человека, старейшины, какого-нибудь племени, который сказал, вот это дерево мы назовем береза. И все записывают береза. А это дуб. Все, дуб, дуб. Понимаете, такого не было. И поэтому мы можем... Вот у меня есть замечательный, любимый композитор-человек, Владимир Иванович Мартынов. Он написал много книг, но самая первая его книга «История богослужебного пения». И он в ней говорит, что когда Бог сотворил небо, то в понятие небо включался рай. Там был Адам, там была Ева. Они слушали пение ангелов. Пение ангелов – это было нечто еще гораздо более высшее и лучшее, чем музыка. Вот. И они не понимали, что это пение, что это ангелы. Они просто наслаждались. Как ангелы наслаждались тем, что они поют и славят Бога. Когда Адам и Ева согрешили, Бог отец отправил их на землю. Они получили, так сказать, ризы кожаные, свое тело, чтобы на земле находиться. Вот. И очутившись, возможно, земля специально для них была создана Богом. неизвестно. Это епископ Василий Родзянко такую теорию излагает. И очутившись на земле, они почувствовали, что у них ничего не звучит. Что-то изменилось, чего-то не хватает. Пение ангелов. Кто-то выключил, как мы сейчас с юмором скажем. И они стали придумывать вот эту музыку. Торстники, барабаны. Какие-то лиры, струны натягивать. Какие-то из жил, каких-то животных, которые они убивали, чтобы пропитаться. И таким образом медленно возникала, а что они, эта музыка с ее инструментарием, а что они играли? Как это все звучало? Это звучало очень похоже на пение ангелов, потому что это было единственное, что они знали и помнили. И это божественная музыка. Они пели, конечно же, самый первый инструмент, это человеческий голос. И вот то, что они пели, жалко, что нельзя послушать, жалко, что не записано. У Бога есть записывающий инструмент. Он все записывает. И аппаратура у Бога очень хорошая. Но он скачать не всегда дает. Бог. Надо хорошо просить, может быть, и даст. А я бы попросил скачать, как первая музыка звучала, которую Адам придумал. Вот. И вот это было похоже на пение ангелов, а потом шли века, уже рождались на земле люди, которые уже не были в раю, как Адам, но они слышали ту песню, песню Адама первой. И все это забывалось. И поэтому постепенно музыка с веками, с тысячелетиями отдаляется от своего первоисточника, божественного первоисточника. Вот эта теория мне очень нравится. И в Библии есть даже имя, Иувал, отец всех играющих на гуслях и свирелях. Кто это был, когда он жил? Мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Но то, что это имя есть, это уже огромное благо, огромная драгоценность для нас. И вот это постепенное отдаление музыки от ангельского пения, от первоисточника, божественного первоисточника, ведь ангелы тоже, наверное, пели именно так, потому что вот именно такое пение нравилось Богу. Это то, что происходит в сущности до сегодняшнего дня, может быть, плюс-минус лет 50, а может быть, прямо и вот до сегодняшнего, в буквальном смысле слова. Я потом поясню эту странноватую такую немножко оговорку, потому что очень многие люди, очень многие художники, поэты, причем этот процесс отдаления искусства от своего первоисточника, он проходит во всех видах искусства. Вот мы сейчас говорим рождение музыки, возникновение музыки, а также точно можно было бы назвать лекцию возникновения живописи или возникновения поэзии. Слово музыка, оно у поэтов встречается, но у поэтов оно означает не вид искусства, который означает комбинацию звуков, а музыка как ощущение гармонии. Вот, коль музыке коснешься чутким слухом, разрушится твой дом, и ревностный к наукам над нами посмеется ученик, сказал Заболоцкий, и прикоснувшись к музыке миров. Вот музыка миров – это то, как понимают, ощущение некой всемирной гармонии. Это то, что понимают под музыкой поэты. Художники под музыкой понимают еще что-то свое. Здесь процессы, как ни странно. А почему это все одновременно происходит? А потому что источник в голове человека, источник духовный вначале сотворил Бог неба. И великий пианист и педагог Генрих Кустанович Нигаус в своей книге об искусстве фортепианной игры говорит, что когда ребенок, маленький ребенок, приходит на свой самый первый урок по фортепиано. Перед тем, как заставить его нажать или попросить его нажать пальцем впервые в жизни клавишу фортепиано, обязательно нам надо попросить его что-то спеть. Обязательно надо попробовать, постараться узнать, какие мелодии у ребенка в голове, какой музыкальный, слуховой опыт ребенок имеет уже, чтобы понять, что у него там, что он хочет сделать видимым, слышимым, то есть наружу, существующим, реально. То тоже существует, даже, может быть, более реально, чем то, что здесь существует. Мир невидимый, он гораздо более существенен и реален, чем мир видимый. Вот такая парадоксальная идея. И вот этот момент очень важен для возникновения музыки и для ее существования в мире. Потому что музыка, она с одной стороны двигается вот по направлению от Бога к человеку. И некоторые говорят, что это деградация, что музыка делается хуже. Но так же точно, это смотрят, с какой стороны на нее посмотреть, так же точно можно сказать, что Бог приближается к нам с неба. Он спускается по ступенечкам с неба на землю и делается нам более понятным, ясным. И разве это плохо? Это же очень хорошо, друзья. И когда я читал дневники великого поэта Александра Александровича Блока, в 1919 году он написал удивительную фразу «Я понял, что Пушкин хуже Шекспира, а Шекспир хуже Данте, а Данте хуже Гомера». Какой ужас! Как может быть солнце русской поэзии быть хуже, чем что-то? А он, великий поэт, понял это. И только в том смысле хуже, что дальше от Бога. И вот та же идея в романе Томаса Манна «Доктор Фаустус», который написан им о музыканте, которого звали Адриан Ливеркюн, но это собирательный образ немецких австрийских музыкантов, которые жили в первой половине 20 века. Теодор Адорна, музыковед немецкий, Арнольд Шонберг и другие, Стравинский, Равель немножко. И вот там был такой музыковед по фамилии Брайзахер, Брайзах – это небольшой город, Шварцвальд, который читал лекцию о музыке, и он тоже в этой лекции. Я думаю, что это мысли, высказанные Томасу Манну именно Теодору Адорну в личной беседе. Этот музыковед Брайзахер говорит, что вся музыка представляет собой вот такую ступенечку, за ступенечкой движения вниз. И вот это как бы движение вниз опять же Володя Мартынов, Владимир Иванович Мартынов в какой-то из своих книг сравнил с мячиком, который бросает с облаков Господь Бог. Мячик летит, Бог сидит на облаках, она как сказочка детская. Конечно, Бог не дедушка с бородой, но Он хочет одарить людей вот этим счастьем, сделать их жизнь прекрасной, утешить их. «Пошлю-ка я им музыку», думает Бог-отец. Берет музыку, она выглядит как резиновый мячик и бросает ее. И пока она летит, проходят века. Когда мячик летит над облаками, на которыми сидит Бог, мы не видим этот мячик, мы чувствуем, что там такое, какая-то тень, и мы плохо понимаем самую древнюю музыку. Плохо понимаем грегорианские песнопения, которые еще строго говоря музыкой не являются, они больше, чем музыка, они лучше, чем музыка. Тоже, как и ангельское пение лучше, чем музыка. Потом начинается композиторская эпоха, Леонид, Пиротин и Бах. Вот Бах сделал музыку человеческой, чувственной, великой. Бах внес в эту музыку человеческое чувство. Это, конечно, не значит, что человеческих чувств не было в музыке вообще до Баха. Все не так схематично, разумеется, друзья. Они всегда были, но фигура Иоганна Себастьяна Баха уникальна. Она в центре развития того огромного пласта музыки, о котором мы сегодня говорим, о котором я в этой лекции, короткой лекции, в сущности, рассказываю. Он впитал в себя все абсолютно, что было до него с самого начала, с возникновения музыки и оставил отблеск на всех гениальных композиторах, которые после Баха существуют, потому что опыт показал, что если не изучать Баха, если не любить Иоганна Себастьяна Баха, не получается войти в историю музыки. Ты что-то, чего-то лишен. И вот после Баха, я уже не помню, честно говоря, как это у Владимира Ивановича Мартынова в книжке звучит, но этот мячик проходит свозь облачную толщу, мы видим его низ, и вот когда мы видим часть мячика, то мы понимаем ту часть музыки Баха, мячик как бы делается Бахом, музыка стала Бахом, музыка делается Бахом. Мы видим ту часть музыки Баха, которую любили и изучали Шопен, Рахманинов, Чайковский и другие, а ту часть средневековую мы как бы в общем не видим. Потом мячик опускается все ниже. Он сияет освещенный солнцем. И это Моцарт. Он прекрасен, совершенен и неподражаем. Невозможно его, так сказать, повторить его совершенство. Музыка Моцарта настолько совершенно формальна и она вызывает ощущение неземной радости и божественного света. Но мячик опускается дальше. И вот это романтическая эпоха. С каждым новым стилем движение мячика убыстряется. И романтическая эпоха это меньше ста лет. Это от 1800, там может быть 10-го до 1900-го примерно года. Приблизительно все. В музыке все приблизительно. В искусстве нет точных научных твердых дат. Это свет и тьма. Романтика это как раз то, о чем мы говорили, когда я цитировал Тютчева. Я сегодня цитировал Тютчева, Майкова, Заболоцкого, Блока. Так получилось, что мы общались не только с музыкой, но и с русской поэзией. И вот у Тютчева деление мира на свет и тьму, на ночь и день. То же самое и у Гейна, Хайнрих Хайне, немецкий поэт Генрих Гейна по-русски. И вот этот момент очень важен, потому что романтизм как бы обращается к истокам, к началу бытия музыки и других видов искусства. Затем современная музыка. После романтизма идет импрессионизм и очень быстро начинается период, когда этот мячик, он как бы уже делается менее совершенным. Совершенство Моцарта детское. В 19 веке говорили, ну Моцарт это такая золотой век европейской музыки. Золотой век это как вот в античности такие вот Клод Лорен, знаете, такой вот художник был, он изображал таких прекрасных, прекрасные маленькие фигурки, наслаждающиеся прекрасной природой. У Достоевского в подростке есть Ацис и Галатея, картина Клода Лорена описана очень хорошо. Золотой век, Моцарт это золотой век, говорили в 19 веке, не только мы понимаем уже сейчас, но искусство как бы от этого тоже совершенства моцартовского, которое уже как бы частное совершенство, оно тоже уходит. Романтизм уже страдает. Гёте сказал, классицизм это здоровое, романтизм это больное. Моцарт классицизм здоровое. Шопен уже более болезненный. А уж если мы возьмём Шонберга, да, тут ещё, так сказать, больше гримасы. Он был художник, экспрессионист, его картины Шонберга живописные, ну, скажем так, в общем, ну, не очень красивые, сладкие, в кавычках, так скажем, мягко, да, они немножко отличаются по стилю от Сикстинской Мадонны Рафаэли, так, немножко, так сказать, иронически я замечу. Вот. И очень быстро этот мячик плюхается, шмякается о землю. Бах! Это чёрный квадрат Смолевича. И искусство с одной стороны пришло к какому-то вот, ну, понимаете, с одной стороны это конец, а с другой стороны это кульминация, потому что эта сила, мячик двигался всё быстрее и быстрее, потому что сверху история музыки убыстряла свой ритм. И в тот момент, когда Малевич писал свой чёрный квадрат, это этот мячик имел максимальную энергию, поэтому я считаю чёрный квадрат гениальным, произведением, но я уверен, что многие будут сейчас возражать, сидя у экранов компьютеров, как же так, вот каждый может написать такое гениальное произведение, я тоже возьму, вырежу из чёрной бумаги, и вот я тоже буду гений. Нет, друзья мои, он придумал эту идею, он почувствовал всю эту грандиозную механику этого мячика, который описал Владимир Иванович спустя около ста лет после всего этого события, и он сделал, совершил это событие. Так же что в музыке Джон Кейдж написал 4 минуты 33 секунды беззвучную пьесу спустя почти 40 лет, в 1952 году, и это было то же самое только в музыке, конец света, но это временный конец искусства, потому что мячик резиновый, мы вначале сказали, он отскакивает, и возникает неоклассицизм, ретро, неоромантизм, некий возврат. Сам Малевич начинает писать портреты, какую-то фигуративную живопись, неабстрактную, и тот же Джон Кейдж, хотя он сам говорил, что я сделал все этим сочинением, но он еще прожил 40 лет и писал музыку, и это вторая жизнь как бы музыки, мячик делается ближе к Богу, он делается, но это уже рикошет, это уже сила не от Бога, а от земли оттолкнувшаяся сила. И поэтому тут сейчас в музыке, вот почему я говорю, что где-то в течение 50 лет последних, ну может быть 80, музыка совершенно по-другому уже себя начинает вести, потому что главным в развитии музыки делается не ее звуковые параметры, не звук, а духовное, внутреннее содержание, и именно то содержание, которое, вот говорят, что вот когда музыка, когда христианство разделилось на католичество и православие, вот из католицизма возникла профессия композитора, а православная, тогда византийская часть осталась, так сказать, там была запрещена музыка и в храмах, и вот это то, что потом постепенно Рахманинов только вот начал в России поднимать эти пласты. Но самое интересное, что вещь это гораздо сложнее, душевное и духовное, что вот православие это духовное, а католицизм с его светской музыкой, в том числе и с Бахом, это душевное. Нет, они пересекаются, все сложнее. В Бахе огромное количество духа. В той музыке, которая как бы, так сказать, началась с Баха и началась с католического богослужения, она не смогла не не стать, не смогла отказаться от этого духа. Каким-то образом Бог вошел и в нее. И поэтому вся добаховская музыка, Палестрина, Орландо Лассе, Жарскен-де-Пре, Оке-Гем, Машо, все они это плоды духовного постижения Божьей славы. Так получилось, что я говорил о Боге. И это хорошо, потому что вот эта часть музыки, она вся вышла из церкви. Есть еще один удивительный человек, Петр Николаевич Мещанинов. Он умер, родился в 1944-м. Он тоже, видимо, он всю жизнь читал лекции о том, как история музыки является историей одного звука. История постижения человеческого уха одного звука, который включает в себя призвуки, верхние обертоны. И чем дальше вверх первый обертон, если струну... Ну, Пифагор, античный философ, математик и музыкант, он разделил струну на две части, и вдруг мы услышали звук на октаву выше. Он разделил эту же струну на три части, звук возник на октаву плюс квинта выше. То есть это математика и музыка соединенные. И вот этот обертоновый ряд, он сопровождал музыкантов всю жизнь. И в какой-то момент, когда Бах творил, это был восьмой обертон, потом импрессионизм, это десятый, двенадцатый, скрябин, и очень быстро в середине двадцатого века возникла электронная музыка. Вот то состояние музыки, когда мы уже можем 215-й, 325-й, любой обертон сделать механически, и вот это как бы физиологический рост музыки, как организма, закончился. Но духовный рост музыки продолжается. Человек тоже где-то лет в двадцать, ну, условно, заканчивает расти в вышину, вверх, достигает своего роста, который остается почти до конца жизни, потом опять немножко ниже. А духовное развитие человека продолжается и в 30, и в 40, и в 50, я надеюсь, да, как правило. Это же не связано одно с другим. Так же точно и музыка. И поэтому вот эта духовная часть, которая тоже была и до 1950-го года, музыка тоже очень даже еще сильно развивалась духовно. Так же как юный человек, подросток развивается духовно, еще как развивается. Но мне кажется, что музыка именно с электроникой, с развитием вот этого уже компьютерного этапа, она достигла своего высшего материального уровня. Как бы вот, скажем, география. Году в 1900-м уже нарисовали точную карту земного шара, определили все впадины Марианская, гора Джамалунгма, и там, и там люди побывали, и Северный полюс, Южный полюс, все описали. но жить-то там нельзя. Жить-то в Марианской впадине нельзя, по-моему, даже там никто и не был, человек там раздавит, на Джамалунгу кто-то поднимался, ну, хорошо, обелиск воздвиг, там же холодно, простите, интернет там тоже, наверное, не ловит, да, 8 километров в 748 метров, да, там смартфон не будет работать, как же там Ютуб-то поймать. И поэтому люди спустились, вот, люди спустились и стали жить там, где им удобнее. Вот музыканты сейчас живут в тех музыкальных стилях, в которых им легче, удобнее, в которых они чувствуют, что они могут сказать людям, для которых они творят музыку. то, что им нужно сказать. Любой музыкант творит для людей, но в число этих людей входят все люди земного шара, начиная с Бога, Иисуса Христа, который тоже был человеком, и кончая с самого композитора. И поэтому композитор пишет для Бога, для всех существующих в мире людей и для себя. и вот это великое чудо музыки, которое возникло когда-то, оно у нас есть, и оно будет с нами вечно, пока не прибудет наша человеческая цивилизация. Спасибо, дорогие друзья, всего доброго и до свидания. С вами был Иван Глебович Соколов. КОНЕЦ СООН КОНЕЦ СООН ССОООН КОНЕЦ Продолжение следует...